Ребята, третий раунд 41 эстути турнира. Кельс против господина агента. Ребята, играют в Best of 3. И что же, интригующее противостояние опыта и скорости скилла. Даже не знаю. Уверен, что есть у меня некий прогноз на этот матч, но очень интересно. Хитрость, тактика, коварство агента, либо же скорость и аим от Кельса. Всегда такие вот конкурирующие черты. Удается агенту очень много поднахамить во время подъема хэви армора от Кельса. От этой брони совсем ничего не осталось. И какие-то там тактические замоты ДХ уже планирует. Кельсу надо подумать. Куда ты так активно заходишь? Тебя слушает дядя. Куда ты так заходишь, шалю? Как будто домой себе. Не выпускает огнем. Горит жопа. Но да ладно. Вот такими нехитрыми приемами агенту удается уже проскочить с хэви армором. Добивать не будет. Боже мой, там два хп осталось. Но как вовремя вышел из этой линии атаки агент ажи и килдор. Угу. Так, будет ли атака? Нет, ни вниз не пошел. Откатывает обилку агент и после этого уже будут какие-то действия. Полторы минуты счет не открыт. На хэви. Без штрафа удалось ворваться кельсу. Ай да агент. За каждым углом у него прям целая крепость. Но, как мы видим, кельс забазировался на контроле мейджор айтемов. Запалил позицию. После миги можно захватить, конечно. Стэк, обилка, все пушки есть. Пошел. Желательно линию атаки через ракету провести. Найс. Рассчитано было применение обилки таким образом, дабы после дебафа иметь максимальный стэк по хп. Так и случилось. Было 175. Ох, эта рельсушка явно не вносит положительные коррективы в кельс и агент, воспользовавшись ситуацией промахом своего оппонента, забирает первый фраг. Немало дэмэджем агент решает продолжить атаку. Огонь, все идет. Огонь, вода и медные трубы. Ммм, кельс остается жив. Цифры не дают возможности агенту продолжать. Играет от контроля. Ну, конечно же, это такая более взвешенная, прагматичная уверенность сливовая игра. Так. Небольшие подштрафы. А вот уже и равные стэку, ребят. Обилки у агента нет. Так. Пытается позицию более удобно занять для миги. Не зашла ракеточка первая. Здесь опасность. Попал. Тоже рисковал кельс. Но, ага, сравнивая счет. 1-1. Жестко. Жестко, ребята. Та бери уже, что без штрафа, что ты ждешь, пока по щам наклестает. По понятным причинам. Прострелил решет. Очень важный момент. Считаю, что ему хватит стэка. У агента совсем чуть-чуть остается. После миги можно продолжить атаку, пожалуйста. Хэви. Армор. Считать. Закончилась риса. Не может продолжать эффективный бой с этой позиции. И, конечно, надо что-то думать. Равный счет. Анарки скачет по карте. Ну, по-моему, бессмысленно. Смотрите, уже 10 секунд что-то делает. Ну, это рельсочка, конечно. Дает о себе знать. Штрафанул. По телепорту понял позицию оппонента кельс. Забирает хэви армор. Надо, мне кажется, ливать из этой ситуации. Не совсем удобная для атаки. Место. Прям копченными, жженными волосами прям такими запахло. Задницы, да? Анарки. 5 секунд, а хэви будет ли заходить? Да, такой чувствует стейк. Думает. Там обилки ж нету, по-любому. Ух, ну точнейшие ракеты. Это был Медейр от агента. Выходит вперед. Если бы удалось воссоздать анарки эту атаку до подъема агентом хэви армора, это бы имело жесткий смысл. Ну, а так эти все директы. Айда, Коля. Айда, ракетометчик. Ну, жесткая. А вот теперь, находясь на контроле, с огоньком, да, заряженным агент, конечно, не отпустит своих шансов. Минус анарки. Отказано. Отказано, короче, ша. Блин, такая уверенность сейчас появилась в победе агента. Пара фрагов за 4 минуты до конца. Это уже неплохой задел. Ультра правильно играет агент. Да, еще удается попасть. Еще удается попасть. Айда, молодец. Подхамил немножко кель. Спозиция у него намного лучше сейчас. Что же будет делать агент? Сдавать мегу? Анарки после миги явно продолжить атаку. Но здесь огонек имеется. Кельс думал, что все-таки зайдет агент на атаку. Этого не случилось. И лишился обилки. Мига лежит. Агент за 3 с небольшим минуты до конца уже довольствуется. С заработанным преимуществом. И попросту не встревает в драки. Тянет время. Айда, кельс. Неплохой стейк удалось сохранить после этого. Запалился агент. Понимает кельс. Мига. Цикл на хэви. После этого можно атаковать. Два фрага. Все еще восполним. Тем более вот шаг. Молодец. Молодец. Абьюзер спана рельса. И вот здесь тоже можно быстро атаковать. Агент рвется. Подпаливает в жопу Анарки. Молодец. Смотрите, сравнивает кельсчет. На мегу пора выходить уже здесь и сейчас. Ах, промазал. Молодец. Выдержанная рельса. Вот такой вот, ребята, быстрый. Анарки от кельса. 5 секунд до хэви. Ты уже потерял позицию на ней. Красиво была просчитана позиция оппонента. Использован три болт. В конце агент думал ли внути ситуации. Но нет. Анарки может вообще сейчас чисто курсировать по карте. Не давая возможности себя словить. Вейл предполагает нечто подобное. Что в принципе и делает с кельс. Ну вот. Будет словлен. Ай-яй-яй. Пошел, 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 пошел. Мега лежать сейчас будет. Будет заходить. Будешь заходить. Агент снизу вот там какую-то засаду делает. Удалось стащить в мегу. Очень много штрафует. Агент 2. Боже мой. За минуту от конца до двух фрагов подымает свое преимущество. Кельс от агента. Вагенту приходится ствишить. Подпаливает задницу Анарки еще один раз. И что же? Пытается не на равном стеке драться с кельсом. Конечно, рискует. И ха-ха-ха. Оказывается, отдает. Вейл. По-моему, это так. Айда кельсец. Поставил рельсочку. Спокойненько. Ну зачем тебе драться, дядя? Ну ладно. Мегу забираешь. У агента есть еще шансы. 25 секунд. 20 секунд, чтобы вернуть два фрага. Что ты будешь делать, Коля? Хривен на твоей стороне. Слушаем оппонента. Зонируем его. Вот он Анаркиш. А-а-а. Не идут ракеточки. Уходит 10 секунд. Да, ребята. Это. Хе-хе-хе. Это ГГ. Не меньше. Какое же развитие имела эта игра, да? Перетяжка. Этого одеяла. То туда, то туда. Ну а это кельс молодец. Все-таки я не верил его в победу. Но не верил его в победу. Он меня действительно удивил. Вот. 1-0, ребята. Смотрим дальше. Контентик. Лайк, да? Класс. Ну что ж, друзья. Вторая карта. Николай Агент сумел выбить свой мейн пик. Никсана, который он будет играть здесь и сейчас. Желаем удачи ему. Желаем удачи забрать Коля эту карту. Вот дабы увидеть в этой прекрасной битве Агент Кельс. Еще как минимум одну карту. Позиционно неплохо стрелится Никсан. Но вон в ход идет обилка обоих. И что там? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ляпнуло на сотку. Ну, мац и Агента, конечно же, очень эффективно выглядят. Пытаются активно аркадно зайти строг. Ну, успевает Агент сунуть рельсу. Остается в живых. Забазировался на первом фраге. Хорошо. Нужно думать, как восполнять обилку. Айда строг. С ток-эпэтом. Агент тем временем выдерживает некие паузы. И позиционно пытается не открываться для атак оппонента. Активная первая минута. Я думаю, таким будет весь. Дип эмбрейс. Кельс ищет точку прикосновения. Агент же забазировался только лишь броника-то и желает. Есть броник. Ммм, нервничает немного. Николай. Даже селф-дэмэдж с ракетки. Обычно, ну, таких фишечек в его игре не наблюдается. Хеви-армор. Агент уже предлагает оппоненту каким-то образом проявлять тебя. Ух, прочитана ситуация, ребята. Прямо наперёк прочитал ее Кельс. Но этот жампат явно не вписывался в картину. Которую можно было бы назвать скилл. Энвиз Никс ничего не принес. Пара секунда Хеви-армора. Наловилась. Три болта Никсушка. Сто на сто у нее всего лишь. И постоянно прошу вас обратить внимание на то, как агент держит хайграунд. Где-то понизу ходит строг. А вот агент сверху подстреливает. Мешает ему всячески развиваться. Дал какую-то информацию строг. Пикер, вернее. Есть тайминг у Кельсов. 54 следующих хеви-арморка. Как жестко сохраняет этот фраг агент. Заставляет уйти в инвиз. Спокойненько. Агенту сейчас срочно нужны часики. Без инвиза не столько, конечно, хороша. Эта чертовка второго шанса нет. Не держит рельса до сих пор. Очень опасное место. Кельс сейчас продолжит атаку. Да, просто по жопе на шавкиле. Одна ошибка, которая до этого была. Словилась рельса, и он до частиков не добежал. И все, начали прям закрывать. Строг быстрый, жесткий. И сейчас на контроле... Обоюдный фраг это лучшее, на что мог рассчитывать Кельс. Мега, походу, достанется агенту. Но я в этом еще, конечно, не уверен. Мега лежит. В пользу тех таймингов, которые знает агент. Принесся действовать. Неужели сейчас снова в обилку? Там есть рельса, которую не держит агент. Да, услышал ракету, и только после этого уходит в инвиз. Но хп там совсем ничего. Быстрый строг сейчас будет планировать снова атаки. Есть. Рельсочка еще в шавке слегонько. Заходит Кельс! Ай да молодец, Кельсес, ребят. Вы посмотрите, выдержал паузу. Минимальный демэдж какой-то получил. Но из-за угла рельсочку, да, поди и всунул. У них до сих пор нет обилки. Шога! Выходит вперед Кельс. Мига через секунду. Уже лежит. Есть арморчик. Понимаю, что сверху оппонент уходит в инвиз. Агент этот инвиз потратил, мне кажется, снова зря. Нервы имеют место быть. И у Николая тоже. Ой, как подловил. Как же подловил агент на шафт, но он даже это не стал. Новостью до Кельса. Как будто был готов для этого. Пять минут, два фрага преимущества у Строга. Не стал добивать агента. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какое же прочтение. Какое же прочтение ситуации. Сырвово отыгрывает. Есть хэви. Конечно же, агент тут остается. Мига. Не забывает про Шогу Кельс. Смотрите, как вперед выходит. Ну здорово. Коля! Коля, соберись! Коля! Нужный дэмэдж и потом именно Шога. Сейчас будет еще одна Шога. Нет. Максимум дэмэджа пытался нанести Кельс из этой ситуации. Никс ушла в инвиз. И мне кажется, это снова не столь такое хитрое ее использование. Да, пытался развиться. Агент рисковал и здесь. Минус снова. Три с половиной минуты до конца. Десять четыре. Начинается какой-то разбой прям. Тотальная уже разница по фрагам. Даже учитывая характер этой карты. Семь очень много. Ух. Ух. Подсдался Николай. Да, выходит из матча. И как-то так. Не пошло сегодня у агента. Не пошло. А я перед матчем совсем другие результаты прогнозировал. Вот такой вот квейк. В любом случае, ГГС это было интересно. Именитые киберспортсмены выступали. Надеюсь, вам понравилось. Дорогие друзья. Я вас всех приветствую. Новое видео. И прекраснейший раунд. Это полуфинал сорок первого. Эстоте турнира. Верхние сетки, прошу заметить. Это Бест оф Три. Кельс против Зинако. Быстрые чемпионы. На столь душной карте по-любому будет динамично. Уже в обилку уходит Зинако. Продолжает душить оппонента. Ну, засунуть где-нибудь ракеточку, конечно, желательно. Не выпустил. Как же эффективно туда-сюда скакал Зинако. И все-таки нашел точечку. Именно где задница анарки была видна. И прям туда эту рельсочку. Интересную модель шафта использует Дэвид. Некий момент фана в этом, конечно же, присутствует. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Но не скрыться. Строг тоже очень быстрый персонаж. Анарки, если нужно разгоняться, то Слайда Строго не на столь высоком уровне разгоняет. Но все же намного быстрее. Переманивает Кельси инициативу в свою сторону с неким Сумпуром. Удается ему заработать один фраг ввиду того, что заставил противника самоубиться. Случаются и такие моменты. Ничего страшного. До основных айтемов еще очень много времени держит рельс. Зинако почувствовал кровь, ну и соточку в Харе тоже. Как и триболт после этого Харе. Кельси. Почему-то не использует супер-шогу Зинако. Возможно, забыл выставить ее как стартовую пушку. Ну, мини-шогу. Просто шогу. Не супер, просто шогу. Ух, на 94, когда прилетает триболт, это снова одушевляющее такое признаменующее фраг. Ну, конечно, сравнивает счет Кельси на Бьюзи Треспаун. Все в лучших традициях розыгрышей на Дип Эмбрейсе. Наконец-то он вспомнил, как нужно действовать с физикой анарки в таком случае. И немного преимущества на свою сторону захватил. Уже вот на контроле продолжается прессинг. Шар! Ракетку бы, да, чтобы таких ситуаций прощелкивать почаще. Просто в пяточку только что попал Кельси. И, по-моему, пропокланил позицию на Хеги Арморду. Строг уже на позиции, да. На соплях сейчас вот это преимущество в один фраг все действует. Но триболт... 95! А-а-а-а! Сплэш и ракеты не добили. У Кор-Зенако случилось и... Два фрага преимущества у Кельса. Вы посмотрите, как он шарашит, какую все-таки дичь удается попасть этому молодому. А именно так его можно назвать. По-моему, Кельсу... Ну, немного там что-то тоже 22 года, по-моему. Этому киберспортсменчику. По-моему, 22. Ну вот, Зенако, молодец! Подспамил. Просто систематичный спам дал результат. Перебивает инициативу. Это как минимум. Здорово на дипо-брейсе, но наелся ракеток. Так, секундочку. Так, я здесь. Ох и... Бетономешалка, ребята! Происходит, но Кельс снова оказался. Подловил на переключение оружия. Не совсем удобная для Зенако позиция была. 5-3. Мы выходим вперед. Как в танце кружатся столь быстрые чемпионы наблюдать за этим? Прикольно. Комментировать только очень динамично надо. Пикер строго дал необходимую информацию. Есть рельсочка. Восемная с КП приходится использовать обилку. Зенако каким-то плазмоганом. Он не дает результата. Даже с первого раза было показано. 30 КП всего лишь отдаётся у Кельса. Будь ли атака от... От Зенако. Но нет. Вот знаете, нет-нет, да и попадёт где-то Кельс. Такую дичайшую ерунду, которая, конечно же, все планы оппонента меняют. Зенако планировал атаковать и пропущенная рельса. Стоп, ушла. Молодец. Вот это вот стандарта я не знал. Только что красиво отыгрывает Кельс. Аккуратничаем. Весь контроль достаётся Зенако. Однако, судя по стеку, так и не скажем. В моменты открытия, в моменты подбора айтемов, ну и отхода от них Кельсу удаётся сбрить весь дэмэдж. Сбрить весь стек, вернее. Так. Кельса повыгоднее на мигу сейчас позиция. Зенако придётся открыться, упасть. Интересно, как же развернётся. Сдаёт позицию Зенако. Без штрафа достаётся Кельсу. Здесь можно уже и поднаглить немножко. Но более сейвово решает сыграть анарки. Фух. Фух. Перенимает инициативу Зенако. Прекраснейший стек. Что у нас тут сейчас остаётся? Подойдите сюда, пожалуйста. Молодой человек. Сравнивай ещё с Зенако. Речь о следующих айтемов идёт. Будет ли какая-нибудь практическая развязка в пользу. Делэя, может быть, или ещё что-то. Питер дал информацию. И сейчас одновременно подняты они. Понимает это Дэвид. Сколько три болтинок стоит ещё съесть Зенако, чтобы всё же заставить себя сесть на диету. У-у-у-у-у-у-у-у. Вертикалочка хорошая. Вот бы фраг. Но мансит. Мансит анарки. Какая-то ерунда происходит. Ну всё, уходи. Хрень получилась. Уходи. Так. Сейчас ещё под душа для... Но нет, позиция была неудобна для обоих игроков. Да и стэка совсем не оставалась у кельца. Ммм, красивые рельсы. Издалека так действует. Спешить некуда. Строго стоит успокоиться. Всё хорошо. Две с половиной минуты. Равный счёт по фрагам. Только вот контроля общего нет. А хотелось бы. Ну всё, трубаха надо. БМС. Только не тому, на кого я ставил. Вот такая ерунда ему. Блин, он остался на позиции. Только что Зинаку, мне кажется, он на болото должен был отправиться. Боже ты мой. Ещё какую-то включает рельсочку. Но не идёт. У Зинаку чувствует, что может. И госпожа удача. Сама госпожа удача. На стороне кельца. На стороне кельца обникает здесь сейчас. Жёстко. Перехватываю инициативу. Зинаку 100 хп остаётся. Нужен броник. И вон на красный выход. Только не наловится халявного этого дэмэджа. Ещё этого. Пикера было поздоровее разыграть. Ну да ладно. Так, кельц хп. Есть тайминги у Зинаку. И вот она встреча долгожданная. Моя. Красиво. За минуту до конца отравниваясь счёт с Зинаку. Мне кажется, инициатива на его стороне. До основных айтемов ещё очень много времени и астекам. Эдэвид явно сейчас кельца преобладает. Маркус, да, зовут кельца, если я не ошибаюсь? Соточка наголовья! Мне кажется, в броню надо уйти более прагматично. Или хочется фраг сделать? Жёлтый сзади появляется. Вот он он. Выход на хэви. Три бал. Если был бы, то подхамил бы. А так его нет. И не подхамил бы. Логика проста в этом деле. Но есть цифры. Ага. Находит время сходить за рельсой. Дэвид, три секунды до миги. И что? Будет отдавать? Нотбэштштраф. На банане закрылся анарки. Как же разовётся эта ситуация? Ах, не даётся. Не даётся попасть в рамки. Веточки. Только наловиться. Ещё три болта. Но вот он хэви. Спасительно. И в атаку! Банзай! Пошёл! Ну, сделай чё-нибудь. Пикерпал. Немного информации. Но анарки мансит. Всё. Конечно, сейчас можно продолжать атаку. С такими лица. Подойдите, пожалуйста. Молодой человек. Вымучил всё-таки. Вымучил Дэвид Кельца Маркуса. Вымучил Айда равная игра. Айда динамичный Deep Embrace. 1-0. С пользой Зинако. А мы ждём следующую картонку. ГГ. Начнём смотреть Вейл за Зинако. Лёгенькие какие-то подлаги бывают в спеках. Ну, Донецкая интернет вечером, конечно же, оставляет желать лучшего, ввиду низкого качества. Но, как мне кажется, это всё не должно нам помешать насладиться контентом и более. Поверху жаба запалилась, я видел тебя. Что ты прячешься, выходи махаться. Штраф за подъём хевер-мора. Жаба уже сверху слышал Джон Пар Дэвид. Но рельсочка неплохо, неплохо таким вот всячески спонсирует дэмэджам оппонента, ребятки. Этот тотем стал некой точкой стоп. На телепортик тотемчик ещё поставить. Айда может даже что-то принести такое хорошее. Нет. На бой оставляет Дэвид этот тотем. Ну, здесь понимаешь, что снизу жаба, минус 90. Жаба, конечно же, не будет выходить, понимает. И слышала она тотем от них. От Галены. Галины. Что-то там притошнило, там кому-то поплохело. Доктора, доктора сюда. Тем временем у Зинаку всё хорошо, счёт ещё не открыт. Однако стэк предполагает, что, ну, должен. Должен открыться, должен. Смотрите, еврохильный тотем. Бедная рептилия, ну это вообще. Шеф-повар суши нам. Ну, хочу вам сказать, как настоящий воин отстреливался Гельс. 19 хп после фулл стэка, да ещё и урхильных тотемов. Это надо ещё уметь так остаться в живых. Ну, не в живых, а так сильно надамажить оппонента, я имелась в виду. Глена понимает, что с тотемами полегче, конечно, будет, чем без них. Тут это, ну, логика такая прямая, ребята. Не задавайтесь, понимаете, математическим решением этого вопроса. Не задавайтесь. Примите как должное. Галена с тотемами, особо оверхильными, посильнее, чем без них. Вот просто заучите, как отче наш. Так. Выходит из отравления Галина. Ну, вот речь о подъёме химиармор уже не стоит у более выгодной позиции у жабы. Галена с тотем. Понимает Зинако, что ошибся с муументом Кельт. Конечно, с удовольствием после такого. Забирает Мегу. На шару, ребята, получается. Неплохая стычка, но результата не принесла. Там ещё сороконечка. Всё, хана, хана, что делать. Ну, так вот, Дэвид, бывает. Обрыгала всё лицо ящерка и, казалось бы, впатовише для себя ситуация. Находит ещё силы сделать фраг, сравнять счёт. Так, есть возможность агрессивного. Так, да, молодец. Молодец, Зинако. Ну, тут не отнять. Не отнять. Рассчитал, были тайминги и всё-таки дал Джазу. А жаба что-то бегала, 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 бегала. Да, слишком раненько приземлилась на Меге. Было время у Голены, чтобы выжечь всю дурь. Так. Есть оверхильные тотемы, ребята. Стэк очень большой. Теперь надо претендовать. Предлагай себя, давай. Так, только аккуратно. Сейчас жаба свертанёт. Да. Ах, наказывает жестоко. Ну, вроде бы всё, покрали. Фух, ну, типа. Чисто с клиптоманской стороны может быть спокоен, Дэвид. Хэви тоже на его стороне. И вот он, тотемчик. Ставим и хилимся, живём. Не хи надеемся, с хэм токем. Not bad. Шаба на ладан дышит. Голена тоже. Но у рельсы есть время КД. Этим и воспользовался Дэвид. Куда-то вверх сквертовал именно Кельц, явно давая понятие противнику свою дезориентированность. Зинаку пользуется вахильными тотемами. А-а-а! Даже было в момент Кельц убить Зинаку. Смотрите, как доджил супермашинку с двух метров. Ай, да молодец. Более взвешено. Теперь преимущество у Дэвида. Есть четыре фрага и четыре минуты. Пришло время для неких активных действий от джабы. Может быть даже агрессивных. Почему бы на выход из телепорта не поставить было? У-у-у, вот они и прилетели. Ой-ля, ой-лю-ля, ребята, прилетели. Пиздюля, извините. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Три с половиной минуты. Есть у Жабы еще возможность, конечно, ворваться в паритет по фрагам и каким-то образом воздействовать на игру. давай мы все тебя верим дурит динаку якобы в другую сторону пошел и тут же ж дабл бэк происходит класс начинает курсировать индианаполис галена ну что там у галены но иди шахтец имеется так и не получилось красиво занял позицию 9 динаку айда молодец все время линии атаки столь неудобная была для жабыска что ворваться явно сразу потерять стек где-то чуть-чуть во всем этом мероприятии прозевал уй-ой полетела болевода пытается настигнуть жаба не держит рельсу зимаху однако стреливается здорово парочка рельс но здесь тоже извините одну под засуну тебе разочек ух молодец не хватило дэмэджа зимаху выйти вперед и до минимума до одного фрага сокращать преимущество оппонента кельс давай прям на тотемчик ай молодец аплодисменты вообще красавчик я думал он их слышит я думал он их слышит ай молодец два тотемчика прихавал хвостом если из-за этого зимаху выиграет это прям фурорный момент ай активно заходит жаба пошел я но тут же с позиции максимум который можно задамаживать зимаху это еще может быть один фраг до стеку голены явно преобладал несмотря на то что жаба отстреливалась надо было делать 1 минута 3 фрага астрологи обещают нападение с ящерок ребята следующую минуту нападение ящерок просто неизбежно спокойненько 45 секунд но все ребят но все здесь конечно уже жестко господа удача лишний раз улыбнулась динако не удается активно продушить кельцу галину по праву зарабатывает эти фраги на плюс беке ничего не изменить айда полуфинал красавец динако бой был здоровски взвешенный хороший ггс пишет кельц победа как же приятно вот именно до чувствуется некая доблесть он проиграл 20 по картам но действительно делал максимум возможного и и для него конечно и для нас это ггс хорошее видео ребята с вас у нас есть возможность лицезреть еще один параллельный полуфинал так сложились игры на турнире а именно сорок первом стоке что это стало возможным ребята из и против стоуна мама дорогая мне говорили что стоуна сегодня отличная форма ему удалось обыграть бэйза выбить из турнира ребятки вот здесь дерется и сейчас если молчу просто не буду никаких комментариев давать но очень хочется чтобы столб уже себя показал рейзер относить дэмэдж который предлагает рейнджер и левает на рельсу весь пол оружия имеется у рейнджера поэтому надо какую-то тактическую позицию занять через верх по-любому заходить анарки будет стоун отдает хэви армор что случилось ай-яй-яй-яй-яй не получается этот трюк со сферой у рейзи просто максимальный сейчас возможный стэк для анарки блин опасность опасность сферы нет только миновать драки неплохо себя чувствует стоун вроде бы спокойствие имеется анарки все равно остаются на этой позиции драка жесткая перестрелка с рельс но сейчас будет продолжение атаки нет как же он там остался на позиции сверху он же чего вроде бы замажут с нее но нет это попадание явно не пришлось по вкусу петру надо где-нибудь обрать стэк пытается оттолкнуться от звуков полученных от оппонента и диаметрально куда-то уйти от него но нет брони самоубийство какое-то получается непонятно но давайте уже смотреть будем тогда на одном хп эдриан остается не мега не поднятый желтый не остановили анарки от совершения этого фрага и теперь некую судьбу стоуна которая была полминуты назад повторяет анарки заметили не есть что-то в этом есть что-то опасность только-только вы видели в прицеле уже виднелся рейджер но успела на уровне погрешности пинга только что отработал стоун быстро так у него претендует анарки да что такое как он может столько дэмэджа наносить но по-прежнему это обоюдный фраг ничего не решила нет пушек желтенький ракетка 10 секунд добеги будет ли в ее пользу думать стоун видно что очень хорошо сегодня думает быстрый такой стоун я его давно не видел столь хорошей форме до неких микромоментах это рьяно прослеживается даже несмотря на какой же стек остался души сильно его 3 1 на данный момент надо продолжать какую-то атаку стек максимальный сейчас папа прям батя на карте стоун и сынок наркоман которого надо изловить и жесткую а тата устроить поехал прям на каких краполях это боевка явно не оставляет никого равнодушным зарезал да что-то замешкался там задержался рейджер той позиции на сыночек на команды атаку и юнки оказывается ляк по щам батин накрашивает сравнивая счета и дрян даже после использования и белки менее 100 хп осталось красиво ребят каких-то микромоментах только что обыграл рейзи стоуна что по пингам 38 на 22 это лучше это чтобы рассчитывать стоун вы простите и кота и куда перейди на федота с федота на якого сихова на всякого сравнивать счет стул и вот она мега поздравительная утешительная ласкательные но и все которые могут связаны с этим прекраснейшим мейджор айтемал шарашит рейзи эти рельсочки попадает конечно же лишают шансов стоуна занимать хэви армора а он уже через секунд ну просто из такой неведомо патове шеи просто ситуации какой-то угол находит для своей рельсы анархии заносит же воспользовался с этой ситуацией стол понимает точнейший ракеты попал на дом хп выживает здесь петь и выходит вперед один фраг надо сохранять сохранять это преимущество айда петр блин ну на что ты рассчитывал не знаем на другое что-то рейзи прям на скорости изменяет игру и уже инициатива конечно же в его руках но ракетки от стоуна просто божественны наркоман явно передознулся ими бахи простым спамом добивается стоун еще одного фрага казалось бы да как может быть вообще такое это реально рейзи таким образом со штрафом но походу да какой-то секрет разгадал стоун руки джамп шафт молодец гоняет рейзи на анархии это дорогого стоит я хочу сказать я вам айда молодец пётр явно показывает несколько другой уровень игры нежели был последний месяц возможно ретроградный меркурий а закончился так хотелось обилка можно заходить шутка молодец молодец сохраняет контроль этому приумножает фраги лидерство бэрс этот прекрасный православный вот этот колокольный бэрс ребята ой анархий наглеет хэви лежит нехитрый способ но очень эффективно использует после двух ракеточек наркоман явно понял что здесь бьют вот прям больно прямо не хочу то и в другую сторону время тянется айда стоун айда молодец болеем бейя приумножай фраги гэгэ пишет рейзи сдает вейл 1-0 в пользу стоуна прекрасный полуфинал ребята ай но сегодня турнирчик гэгэ ждем следующую айда интрига ну что ж ребята приятного просмотра возможный матч паун для петра но мы посмотрим как рейзи и дрян в этой ситуации отработает полуфинале упасть нижнюю сетку такое конечно же для этого киберспортивного чемпиона весьма редкое событие как один проценту то в видеокарта когда статистику пишет так спакуха зашел очень ребята аркада стоун удалось тащить оба айтема страдает рейзи у него нет шафта шафт ключи стоун ты шо гонишь ах ну да ладно неплохо отыгрывать эту ситуацию рейзи но не тут то было еще стоу начал играть на слэшках начал играть на строгах вот только что сам себя привалил легенько так но это чисто для профилактики понимаете я хочу сказать и тем кто не понял данную ситуацию я объясню стоун сегодня настолько преисполнился энергией скиллом квейка что даже рейзи нипочем немножко я тебя не чувствую говорит петя не чувствую таким образом каким-то ну фору фору дать ай-яй-яй я иную рейзи забирает второй франт надо крайне хворы уже прикручивать петь я советую на крайне хворы надо прикручивать а то не равен час удается как-то хитрить оппонента рейзи дезориентирует строго в который раз как будто бы какие-то галюки со звуком у петель своем типичном облона 7 сихах остается им прям ракетам зубы принимается инициатива стоуном а это здорово ребята какой момент удачи не без рельс очки оставляет своего оппонента там двойной прыжок сработал не дал возможности ядрин прицелиться петру на рельс очка не зашла ну соответственно фрага и мега как подарок за достижение покрепче покрепче сейчас шарашит рейзи на 20 процентов больше дамага заносит судей с того что я посчитал примерно так слишком правильно играет рейзи слишком и stone давно не попадал какой-то вот именно характерной дичи а стоило было петя прикрываем краник форы открываем краник дичи и попадаем на неплохая разница между мейджор айтемами есть время воплотить в жизнь стандартную стратегию между ними драться за моментом использовать преимущество по стеку ну и конечно же по пушкам да и здесь какой-то минимум но все равно остается 81 пока что перспективы у строга не очень радужны разбивает голову пикером у хорошая наголовная рельса прямо дел примере нравится буду носить ох рельс очка была на почему-то стартовую шоку принял не держала рельс очку и здесь рейзи ровно 90 хп было стоило рискнуть попасть еще один раз в рыба неплохой начало на строге было у стоуна здесь когда но слишком много попадает этот крокодил рейзеля шарашит просто дождался просто как ниндзя на дереве сидел 10-2 блин я вообще как-то не вижу шансов даже на камбычок как же собраны адриан на этой карте до ценит дико свое время понимает надо приложить максимум особенно после проигранной первой карты оказаться сетки лузеров не особо хочется потом испытывать дискомфорт в гранд-финале если конечно доберется режет строго до тотальная доминация уже 10 фрагов разница стоун возможно понимает что противник разыгрался однако это тоже носит иногда временный характер не всегда киберспортмены долго и много возможно эти стоун предпочит просто быть некой целью для оппонента дабы в итоге иметь возможность шанс какой-то сбить прицел противнику на третьей карте судя по всему ей быть 15 фрагов на дипомбрейсе набивает рези так а как на заходит стоун понимает рези что надо попросту тянуть время две с половиной минуты 12 фрагов блин если вообще смысл но да минимум хп но все-таки делает франстаун красивая рельса жаль что не удалось попадать самого начала дипа так красивой линии атаки не очевидная была для петра растерялся он до 18 фраг полторы минуты 13 активная схватка очень ничего не изменить одна минута но ничего пойдет для петра в опыт данный дипомбрейс ничего не изменит какие-то шуточки легенькие пошли но и здесь но и здесь ядриан находит себе силы с на руку сделать еще один фраг 22 ребята да с полной уверенности нарисовываем раз еще одну картону 11 по картам сейчас будем смотреть решающие о ее и контент ребята интрига накалилась точно так же как на вы или чуть чуть больше мы покажем но все-таки выиграл рейзи у стоуна ждем следующую карту решающие ну что ж ребята решающая карта руины снова противостояние стихии что же сильнее инвиза трэйзи ухты находит все таки себе точки как-то противостоять оппоненту да да мучила них со сверху все время находилась хитро умно надежно первый фраг за эдрианом мига лежит размен лишь по рельсам удалось сыграть стоуну снова в эту рогатку лезет все там где медом намазано что ли но вот он 4 хп и не тут-то было не тут-то было сноровистов все-таки выжиг весь стеки из них с и стоун слышит тайминга на красный следующая тридцать девять вот рассыпалась синихс 21 как хитро подошел рейзи первый выстрел лишил 80 по моему с этого расстояния очень эффективно крепенько сравнивая счет эдриан не без штрафа удается уйти 100 у нас эта позиция еще бутерброд рельса ракета самый известный это как чизбургер макдональдсе ребятки прям но всегда в почете смотрим по индикатору что у нас совсем нет хп сика но обсчитался рейзи обсчитался обалдеть обалдеть устона удается отмансить весь дэмэдж и мига ему конечно поздравить им подарком не тут-то было но какую же дичь все-таки не пиздево что найдем хп всего лишь оставляются не всегда белки нет будет ли вайзер что-то делать но у него тоже нет у него тоже нет обилки пока еще равный счет интрига накаляется сохраняется приумножается время таки будет ли прожимать обилку вайзер да ребята есть обилка ну атака но нет после миги возможно вот он заходит свои ножки уносит них со просто весь как это я даже не могу глагола подобрать правильно и здесь ракета не полетела прям в рейзи полетела по голове из-за ошибки выстрела сейчас стоун лишается фрага рейзи выходит вперед и будет базироваться наверно так заставляет уйти в инвиз 1 секунда то хэви 3 хп остается ну стоун ха ха ну самого петра тоже не осталось много хп рейзи непобежденными из этого файта выходит речь о трех секундах и миги как же манерно сейчас выскочил и дал рельсу рейзу была она очень красивая даже не успел скомментировать просто насладился насладился этим зрением но 13 хп шога молодец сравнивая счет стоун есть хэвик есть аптечка легенько надо но очень-очень-очень много мысли у рейзи в голове и он тоже умеет считать быстрые фраги на руинах прям конек эдриана не его конек горбунок горбоконек но назовем так как-то слышит тайминг нужно жестко действовать стоуну потому как обилки сейчас нет еще 9 секунд будешь заходить как же именно поступает них со 10 хп ну стрели с машинки прилетела ракетка это конечно же стандарт для эдриана еще на детфраг выходит вперед 64 но бой здоровский ай да петь ай да молодец хотелось бы хотелось бы чтобы петр все таки удалось обыграть эдриана это бы ачивка красиво бы поместилась на стенде с наградными медалями у петра один фраг 114 хп надо продолжать атаки вот она не думал что так нагло поведет себя эдриан надриан тупо куда-то подальше уходит явно не рассчитывая на драку сейчас за мигу стек имеется в часики с работы контроль как минимум трех айтемов пытается воссоздать потрясный момент ребята и вот она вот она них сорок джан там есть обилка но не использует ее рейзи понимает что профита много не даст 10 секунда хэви ай да молодец петя выходит вперед какой интригующий момент три с небольшим остается до конца времени еще конечно в вагонище но контроль никто не отменял ух ты что что делаешь куда ты попадаешь деть успокойся вообще ты успокоишься потихонечку переломил ход событий как мы видим контроль основных айтемов достается и длина может рейзи это мощнейший промах для стона но не вот это да мега неизвестно еще кому достанется как же нагло до ребят лучше авто как же нагло лучше авто стоуновского просто ляпал по губам водил этой них сильно не убил нет очень тактично позиционные практически энергонезатратно три рельсы подряд позиция вайзера было ясно но нет не успел я это сказать сравнивая счет стоун полторы минуты до конца и интрига на колено просто как железо в чугуновозе ну где-то так ребята обозначим ничего более лучшего не придумал сори железо в кузне да можно было сказать так слышит слышит никто у стол на более высокий стек есть цифры тайминга есть мега надо подушить лишить обилки никса прячется и рейзи сейчас будет отыгрывать а вот ошибок оппонента пытался проявить энериз рейзеровский но не было такового есть обе обилки и дешево их никто из ребят не собирается отдавать хорошо секунда и прям в преддверии появления обоих айтему стол решает заюзать обилку дабы знать тактику оппонента 20 секунд до конца и всего лишь один фраг ребята полуфинале версии сетки мы увидим лишь один фраг думаю что это будет овертайм 5 секунд до беги так что плазмоган может красава ребята красава ну силен батя ну батя но силен 21 закрывает эдриана в полуфинале верхней сетки переходит финал верхней сетки айда молодец мои аплодисменты это действительно фурор ребята лучший контент на ироне кайф фурор ребята лучший контент на ироне кайф